Перекрытый досками и обнесенный красной лентой. Провал над тепловой магистралью на базар на 93 уже неделю выглядит именно так. Еще пять лет назад дом за моей спиной признали аварийным. Местные не раз спросили о помощи, но последствия в виде изменения непогодных условий и неправильной эксплуатации дома добрались сюда раньше коммунальщиков. Двор памятника архитектуры после ремонта подземных коммуникаций начал уходить под землю. По окачанию работ раскоп засыпали, но вскоре земля буквально начала уходить из-под ног. За несколько дней провалы увеличились настолько, что вполне могут стать причиной обвала одного из флигелей дома. Проходит шесть лет, во время дождика начинает уходить яма вниз. Оголяется труба и мы видим, как этот песок весь сходит в открытую трубу. Просто яма на глазах расширилась. Это первая яма. Они через пять месяцев засыпали, пять месяцев стояла труба. Я не видела, ее заваривали или нет. Позавчера приходили ТЭЦ и сказали, что мы ее заварили, заглушили. Но опять вы видите результат, что опять яма только чуть-чуть в другом месте начинает расходиться. В фейсбуке пишет начальник ЖКС. Стоят загороженные ленточки. Я выглянула, говорю, ленточек нет. Буквально через полчаса ленточка вокруг той ямы, потому что фотография той ямы была. Когда я написала, что вторую яму загородить нет, буквально сразу загораживает вторую яму. Левое крыло здания было частично обрушено в 2016 году. Тогда говорилось, что людей оттуда отселили. Но по словам соседей из правого флигеля дома, в здании до сих пор есть жилые квартиры. Представители местного жилищно-коммунального сектора о проблеме знают, но решений долгое время не предлагалось. Ответ от городских властей после проседания грунта во дворе дома пришлось ожидать фактически неделю. Все дело в том, что на место с проверкой отправляли комиссию. В ближайшие две недели будет произведена расчистка этого лотка от строительного мусора, который обрушился в этот лоток. Все сопутствующие отверстия, которые во дворе находятся и могут привести к дальнейшему разрушению, будут зацементированы. Информацию о том, что провал образовался из-за подмыва грунта вследствие неисправной канализации в департаменте опровергли. Первым делом обещают расчистить тепловой лоток, а штукатурит стены, а после накрыть провал профнастилом. Трехэтажный доходный дом, а также памятник архитектуры ожидает своей очереди на капремонт. Будет ли она раньше, чем он самоликвидируется?